Отчёт руководства Управления промышленности и предпринимательства по реализации государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» забиловал цифрами и показателями. В 2011 году в Южно-Казахстанской области по программе было освоено всего около 3 миллиардов тенге. Из них по первому направлению поддержки начинающего бизнеса на субсидирование банковских процентных ставок по 36 проектам было затрачено 120 миллионов тенге. На развитие промышленно-индустриальной инфраструктуры по 40 проектам профинансированы работы на сумму 2 миллиарда 363 миллиона тенге. 179 миллионов тенге пошло на субсидирование банковских ставок по кредитам в реализации 17 проектов. Больше 300 миллионов тенге израсходовано на оказание сервисных услуг почти тысячи предпринимателям. По третьему направлению «Дорожная карта бизнеса-2020» строительство инфраструктуры хвастать было особо нечем. Строительство торгово-логистического центра, туристического центра в Талибийском районе, туристического центра в Казыгурте и некоторых других объектов осталось лишь на бумаге. Управление предпринимательства сослалось на недоработки управления энергетики, которое вовремя не провело конкурсы. А в другом случае специалистов не закрепили по каждому проекту. В Орыском, Байдебекском, Казыгурском, Астаральском, Талибийском и Шардаринском районе и вовсе ни один проект не реализован. По районам работа нулевая. Это и в прошлом году у вас такие показатели были. В Шемгенте тоже работы практически нет. Вот по третьему направлению программы. Что это за цифры такие? Город такого масштаба. Бизнес-структура много, а работы нет. По первому направлению программы ноль. По третьему направлению Китау один проект, только по два проекта Шемгент четыре. У других ноль. И это ваши показатели работы, сколько с республики средств выделяется, а вы не можете работать. Рассказать о затраченных средствах на оказание помощи бизнесу призвали и руководство социально-предпринимательской корпорации «Антустиг». Все средства, которые были получены, уже переданы ГИСМАКСИМ. План на 2012 год, сейчас программа отрабатывается. Механизм достаточно проблематичен для того, чтобы его реализовать с учетом интересов всех сторон. Главу области удивило, что по прошествии трех месяцев года программа работы с районами ОСПК еще не готова и план взаимодействия не подписан. Вероятным после совещания будут сделаны определенные выводы и работа по оказанию помощи малому и среднему бизнесу будет поставлена на иной качественный уровень.